здравствуйте у нас вот такая зима все кустарники и деревья спят форзиция набрала почек для весеннего первого самого раннего цветения вот это вот все почки цветочные у нее вот их много много очень много каждая веточка в таких вот почечках весь кустик будет весной желтеньких сережках это наша изгородь она тоже спит спит под таким одеялом скоро на нее нападает снег и она прекрасно перезимует в таком состоянии у нее была летняя стрижка после отросли вот такие вот длинные но это еще не длинные там таки нормальные побеги и она вот такая немножко ёршика весной будет ей еще раз стрижка спит елка под снегом елки тоже могут спать на макушках побегов видны вот такие крупные почки которые дадут следующие очередные приросты вот как этот выстрелил такой их несколько выстрелил длинненький целом ёлочка такая ровненькая пушистенькая кругленькая конечно она формированная и сейчас она тоже спит спит весь сад кедры спят яблони и жимолости и кусты смородины пузыреплодник калинолистный тоже спящем состоянии веточки как будто бы сухие даже здесь у меня есть маленькая гортензия кустик под большим кустом вот она цвела цвела до последнего так и усохла веточки у него вообще кажутся как будто бы они мертвые сухие даже почечек не видно это гортензия метельчатая но зимует она вот так вот у меня в таком состоянии как есть так и есть ничего особенного я с ней не делаю не прикрываю у чубушника ветки молодые с такой вот корой отслоившийся это тоже ничего не значит чубушник распустится по весне и зацветет его почки также не видны с первого взгляда можно сказать что ветки все сухие так вот давайте поговорим о покое что такое покой у растений вот мы с вами погуляли сейчас по морозному саду посмотрели на многолетние деревья и кустарники и мы говорим что они находятся в состоянии покоя у многолетних растений различают два вида покоя первый это естественный глубокий он начинается с конца осени и связи с тем что климат меняется меняется сезонность климата сокращается длина дня понижается температура суточный ход температуры изменяется с растения на биохимическом уровне падает состояние покоя происходит отток питательных веществ из листьев стволы в ветви происходит полное формирование почек возобновления и вообще почек лиственных и растения отторгает свою листву лист меняет окраску пресс мы видим листопад красивый листопад осенний и таким образом растения уходят на покой в это время внутри растения происходит запасание питательных веществ корневая система в осенний период на оборот работает очень активно она осваивает новые пространства нарастает множество новых корешков и все это для того чтобы запасти пластические вещества внутри растения внутри клеток и тканей растения ну это такое явление как бы она всем понятно но различают еще другой вид покоя это вынужденный покой когда растение уже прошли все стадии они запасли все питание и вот наступает середина зимы в это время бывает уже серьезное увеличение длины дня но не то чтобы увеличение длины дня возрастает солнечная активность кроме того в регионах где есть снежный покров отраженный снег отраженный свет от снега он тоже увеличивает освещение кроме того солнечных дней становится больше и когда солнышко освещает побег побег прогревается потому что он становится он темный с плюс солнечный свет вот это повышение минимальное повышение температуры на поверхности побега она как раз и вызывает опять же цепные биохимические реакции то есть ткани начинают пробуждаться и начинает пробуждаться сокодвижение но это происходит в короткие дневные часы ночные часы температура опять понижается солнечного света конечно нет ну и растение опять замирает получается суточные колебания в обмене веществ то он начинается он опять прекращается и вот в этот период хорошо если такие колебания они кратковременные когда только начинается сокодвижение и через несколько часов она слабая совсем слабая и только в отдельных областях до веточек а вечером как только солнышко уходит температура снижается и все это постепенно сходит на нет вот такое вот состояние когда растение уже готова при изменении малейшем изменении внешних условий среды готова уже пробудиться вот это и называется вынужденным покоем ведь по осени бывают солнечные денечки и растения отлично освещаются но они не пробуждаются не трогаются в рост это глубокий естественный покой который обусловлен биохимией растения а вот весной даже позднее зимнее время вот это время как раз и состояние вынужденного покоя когда растение уже готовы тронуться в рост но это им не позволяет природные условия климатические условия зоны в котором растение произрастает как мы можем использовать вот эти знания это можно использовать по многим направлениям ну во-первых такие знания о периодичности покоя когда есть период естественного и вынужденного покоя можно использовать при нарезке заготовки черенков для черенкования древесневшими черенками можно использовать для заготовки черенков для прививок и это знание нам поможет лучше подготовить растения к морозобойному периоду вот это важный момент когда растения находятся в состоянии вынужденного покоя я расскажу вам по обстоятельствам вот как это происходит сибири растения например в марте еще очень много снега у нас в этот примерно период начинают растения но уже страдать от этого вынужденного покоя бывают солнечные денечки бывают очень яркие солнечные денечки плюс отраженный свет от снега и все вот это освещение прям максимальная температура побеги прогреваются температура повышается в коре растений сокотвижение начинается но у нас такая погода что может быть сегодня ну прям чуть ли не минус 5 а в ночь бывает минус 20 и вот такой перепад суточный перепад температур он опасен для многолетних насаждений для плодовых и ягодных культур тем что он вызывает морозобойны особенно это опасно для яблонь и для косточковых для тех немногих косточковых которые можно выращивать в нашем регионе и которые способны у нас плодоносить и давать довольно таки приличные по вкусу плоды ну а яблони менее зимостойкие сорта но они как правило более крупнооплодные и уже такие похожи на настоящие яблоки они вот очень сильно подвержены вот этим морозобойным явлениям ну вот так это использовать нам знание то нужно с осени с осени пробеливать крупные ветви яблонь пробеливать просто садовой побелкой именно с осени не весной потому что пока станет возможным побелка уже весь этот период пройдет и он нам натворит дел с осени побеленные растения они готовы они также отражают часть солнечного света и не так сильно перегревается кора не начинается сокодвижение в этих местах то есть растение более защищено вот этим суточным перепадом температуры можно конечно наименее зимостойкие сорта формировать сланцевом виде для того чтобы скрыть вот эти крупные скелетные ветви под слоем снега но это оправдано в более таких вот таежных местах там где снеговой покров достаточно высокий то есть нападает снега ну очень много например у нас это очень оправдано кроме сланцевой формы мы формируем еще свои яблони в виде кустов это кустовая форма а я будет время я вам покажу весной каким образом это все делается ну как мы вот допустим формируем свои деревья по ягодным кустарникам если это интродуцированные сорта и виды то есть это те которые в нашем регионе не произрастали и нет диких предков этих кустарников то тогда это серьезно эти кустарники нужно укладывать на зимовку прикрывать вот это все можно делать с малиной особенно такие сорта крупноплодные то есть ее нужно немного пригибать укрывать чем-то прижимать ближе к земле чтобы как раз меньше они подвергались весенним вот этим явлением морозобойности смородина жимолость это наши эндемики причем все виды смородин и все виды жимолостей у нас прекрасно зимуют кроме того жимолость она самая первая и зацветает и прекрасно перри переживает там специально свой механизм как растение само себя защищает вот от такого вот влияния повышение кратковременного температуры и увеличение солнц солнечного света во время вынужденного покоя весной ну а с деревьями декоративными кустарниками те которые у нас плохо зимуют просто приходится работать стрижкой то есть подрезка наиболее низкая и от обрастания за один сезон вновь то есть нельзя с таких растений сформировать такие какие-то крупные живые изгороди которые бы нас радовали вот именно своими размерами это будут все таки больше бордюрные такие коротенькие низенькие изгороди но здесь нюансов много и по каждой культуре нужно разбираться в отдельности и изучать эту культуру допустим ну самый такой яркий пример калина бульденеш а вот у меня попадался экземпляр культивар называется который был вообще не зимостоек то есть он был зимостоек но почка цветочная почка вот та которая формирует красивые крупные белые шары эта почка у нас не зимовала то есть она вымерзала а вот древесина веточки листики все это образовывалось в очередной год опять же нарастала и кустик в принципе себя неплохо чувствовал он только не цвел поэтому вот такое бывает то же самое можно сказать и о сортовых сиреней не все сортовые сирени которые ну гибридизированы там новые сорта выведены не все могут в нашем климате зимовать только наиболее стойки поэтому все это подбирается опытным путем то же самое можно сказать и по хвойным много видов хвойных которые растут более теплом климате мягком в нашем климате из-за резких вот таких перепадов таких температурных эти виды могут не расти или очень сильно страдают кстати о хвойных обычная наша ель зеленая ель колючая наши виды которые произрастают в тайге вот я вам показала это таежный вид гели ель колючая наша обычная болотная просто она искусственной формировкой вот сделано в такой красивейший шарик очень плотный заросший шарик она не менее декоративно чем допустим ель коника или ель голубая в общем можно из наших видов делать тоже очень высоко декоративные фигуры а вот ели голубые которые менее зимостойкие или я бы даже сказала они не менее зимостойкие они меньше менее устойчивы к нашему жгучему солнцу по весне они очень сильно обгорают особенно в нежном молодом возрасте и поэтому вот эти голубенькие ели кто их интродуцируют к себе на участке и пытаются посадить я всегда предупреждаю закрывать нужно их укутывать каким-то отражающим материалом это может быть не тканый материал может быть ну что-то такое какие-то коробки может быть даже чтобы или просто белые тряпки чтобы это и проветривалась и отражала свет ну давайте теперь поговорим о применении вот этого знания о периодичности растений для нарезки черенков черенки либо для черенкования древесневшими черенками либо для прививок для этого нам нужно с вами и сначала рассмотреть строение одревесневшего побега какие части какие ткани можно мы рассмотреть в этом случае итак давайте присмотримся к одревесневшему черенку на срезе это срез веточки форзиции срез косой для того чтобы было более понятно какие же ткани у нас где расположены итак поверхность черенка покрыта корой вот эта коричневая кора она защищает наш черенок от иссушения и от механического воздействия следующий слой под корой это слой камбия вот этот зелененький довольно таки тоненький слой это слой камбиальных клеток которые самые нежные они очень могут быстро набухать быстро разделиться начинать делиться и образовывать колюс вот этот вот слой как раз клеточек зелененький он дает нам раневую ткань каллюсную и способствует сращиванию прививок и также этот же камбиальный слой дает каллюс когда нам нужно получить корни для укоренения одревесневших черенков дальше идет вот этот вот более светло-зеленый или практически такой желтоватый слой древесины эта древесина состоит из целлюлозных волокон которые выполняют функцию сосудов кроме того вот этот вот слой целлюлозный он является запасающим слоем внутри клеток этого слоя находится запас пластических веществ ну и вот в самом центре это рыхлая такая рыхлый слой он практически вот он разрушается видите эти клетки это практически отмершие клетки они до находятся внутри они являются как бы скелетными и такой какой-то функции питания не выполняют это слой сердцевины то что я вам показываю вот этот вот срез это увеличенный срез однолетнего прироста имеет характерные такие ярко выраженные все ткани которые мы с вами можем хорошо рассмотреть итак давайте разберемся какая же особенность чем отличаются укоренение одревесневших черенков от зеленых итак одревесневшие черенки несут себе древесину вот это как раз тот самый слой плотный очень слой древесины целлюлозный слой это и есть древесина кроме того у одревесневшего черенка явно выражены покровные ткани кора и между корой и слоем целлюлозным древесным находится слой камбия это нежная такая ткань которая способна очень быстро делиться клеточки ее быстренько делятся и образует колесную ткань самое важное при заготовке одревесневших черенков это чтобы черенок был полностью вызревший это значит что должна быть сформирована четко кора она должна быть вызревшая и оформленная должна быть полностью вызревшая древесина и должен быть камбиальный слой сочный и не подсохший то есть черенок должен быть свежий такой который вот только-только закончил вегетацию и ушел в состояние покоя поэтому все заготовки черенков делаются в основном в осень или в начале зимы когда еще не было сильных морозов когда еще растение не подверглась ну каким-то морозобойным явлениям косой срез делается или прямой дело в том что когда мы используем прививку методом в приклад то есть вот делается два одинаковых среза на подвое и привое и совмещать нужно именно камбиальные слои то есть прикладывать нужно две части составлять таким образом чтобы вот эти вот зелененькие тоненькие полосочки совместились тогда происходит как бы перемешивание клеток от этих растений они делятся врастают друг друга вот тогда и происходит сращивание привое и подвое восстанавливается сокодвижение и появляется новое привитое растение у которого корешки дикие морозостойкие а вершки культурные и несут себе свойства какого-то культурного там сорта крупноплодность сладость там ну или прочие другие свойства вот должно быть их и одинаковое желательно состояние одинаковый размер поэтому нужно подбирать веточки чтобы и у подвоя и у привоя имелся одинаковый диаметр это когда мы делаем прививку прививка делается копулировка либо улучшенная копулировка улучшенная копулировка это значит делается вот такой вот надрез глубокий и они друг в друга как бы вставляются закрепляются так проще работать я всегда работала свое время улучшенной копулировкой но это такой способ есть другие способы прививки но сейчас не об этом когда мы нарезаем черенки одревесневшие для черенкования то здесь не нужно делать вот такой косой срез я никогда не делала для своих черенков косые срезы как раз по причине того что рана то получается огромная большая а колюс ну может где-то вот нарастать а где-то в каких-то местах и нет а когда делается прямой срез просто вот такой срез прямой то вот этот аккуратненький кружочек как правило быстрее наращивается колюсная ткань вот этот вот рубчик такой быстрее нарастает пяточка и из которой быстрее образуются потом корешочки в будущем вот собственно чем это и отличается косой подходит больше для прививок а ровный срез для обычного черенкования укоренения в какой стадии стадии антогенеза нужно это нарезать даже для простого укоренения одревесневших черенков берутся черенки в состоянии покоя то есть сокодвижение здесь не должно происходить потому как если начнется сокодвижение то не только нисходящий поток а у нас есть и всасывающая сила и патогены которые могут проникнуть в эти клеточки они могут дальше проникнуть засорить сосуды проводящие и соответственно черенок загнивает кроме того в состоянии активного роста одревесневшие черенки у них начинается набухание вот этих вот почек раньше времени получается у нас здесь нет еще никакого колюса не произошло еще никакого укоренения черенок не питается за счет корней а почка уже распускается она значит распускается за счет питательных веществ запасенных внутри самого черенка и происходит иссушение черенка и такие черенки часто неудачными вариантами становятся и такие черенки гибнут то есть укоренение не происходит распускаются почки корней нет все погибло правильнее делать в состоянии покоя нарезку тогда вот этот вот слой он верхний самый слой поврежденных клеток он как бы немного подсыхает я всегда говорю что нужно череночки подсушить да их можно подсушить именно с точки зрения того что вот поврежденные клетки их сок уже высохнет и образуют такую небольшую такую пленочку чтобы внутрь не поврежденных клеток уже ничего не попадало дальше при внешней влажности и определенной температуре происходит все таки колесообразование клетки вот эти тонкие комбиальной ткани тонкой комбиальной ткани начинают делиться они просто делятся обычным ну обычным делением метозом и нарастают 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 такой вот хаотичный рубчик такой нарастает потом из этих клеточек все таки почки начинают так же набухать эта почка апикальная меристем унесет в своей там глубине это апик апик начинает продуцировать гормона уксин который спускается сюда и в колес и дает сигнал вот этой вот клеточной структуре к дифференциации то есть образуются уже ткани клетки начинают делиться по-разному и расти по-разному фаза растяжения у них становится разной и образуются клетки сосудов корня клетки покровных тканей корня и клетки корневого чехлика корневых волосков и прочие структуры именно настоящего корня вот таким образом происходит регенерация недостающего органа у одревесневших черенков и так заключение хочу вам сказать разница между одревесневшими черенками и зелеными очевидно в их состоянии одревесневшие черенки это палочки которые уже имеют строго дифференцированные ткани которые каждая ткань выполняет свою функцию а зеленые черенки имеют нежные ткани у которых не выражены так структурно не разделены функционально ткани настолько ярко как у одревесневших они имеют еще органы фотосинтеза это листья и осуществляют фотосинтез то время как вот эти черенки они не осуществляют фотосинтез органы фотосинтеза листья в них спрятаны под покровными чешуями в почках а вот собственно такая вот большая разница которая ну очень даже очевидно но способность к регенерации восстановлению недостающих структур есть и у этих черенков и у этих черенков все это связано с гормональным фоном растения гормональный фон растения в активном росте и в состоянии покоя он разный поэтому необходимо нам знать какое время нужно заготовить черенок какое время его можно высадить для того чтобы получить укоренение хорошее достаточно с высоким процентом успешности и в какое время нужно сделать прививку ну коротко хочу вам сказать что есть два способа высадки укоренен одревесневших черенков в череночник одревесневшие можно нарезать осенью и высаживать прямо в грядку в открытый грунт под зиму подготовив соответственным образом грядку это будет такая же земля какая у вас есть на участке то есть здесь не нужно никаких плясок с бубнами по поводу субстратов там каких-то особенных составляющих единственное что может быть нужно добавить побольше песка для того чтобы воздухопроницаемость и водопроницаемость была у этого субстрата у этой грядки получше череночки высаживаются густо и с небольшим наклоном наклон спрашивали для чего нужно высаживать черенки с наклоном это для того чтобы лучше они прогревались и они бы входили вот в почву под небольшим наклоном не в самую глубину а слегка наискосок и вот эта почва прогревалась бы лучше то есть глубоко всаженный черенок он нижней своей частью почва там холоднее он прогревается дольше а вершки они уже нагретые и здесь получается дисбаланс чтобы этого нивелировать вот это явление череночек усаживают наклон ну вот это такая вот особенность можно осадить осенью можно эти черенки хранить где-то в таком прохладном месте можно даже закапывать снег и если весной разворачивать и до момента высадки до момента оттаивания почвы хранить в холодильнике завернутыми в газету или в какую-то ткань тогда получается метод бурита часто на таких черенках уже во время хранения уже образуется калюс то есть там калюсообразование уже начала начинается и вполне себе осуществляется до момента даже высадки вот как раз на этом явлении метод бурита таи основа тогда эти черенки высаживают в хорошо подготовленную грядку таким же способом можно также в наклон их высаживать но их тогда не на самый санцепёк высаживают а немного дают им притенение для первого времени а потом открывают и они растут просто на открытом воздухе вообще одревесневшие черенки мы никогда никакими пленками ничем не накрываем потому как позднеосенняя посадка не способствует иссушению черенков и они состоянии покоя они спят и ничего там не произойдет просто они будут уже готовы и посажены весной как только прогревается почва они начинают двигаться в рост появляется у них внутреннее сокодвижение все пробуждается апекс начинает работать вырабатывать гормон гормон начинает стимулировать колесообразование после этого колес нарастает тут же начинается дифференциация и образование корней и все пошло и поехало почка пробуждается начинается рост побега здесь же солнышко мы следим за влажностью почвы и все очень хорошо и удачно чего нельзя сказать о зеленых черенках им нужны особенные условия создавать для того чтобы они их нежные ткани не сушались и они были всегда на свету и максимально на хорошем свету но в то же время вокруг них должна такая витать легкая влажность ну как бы вот эти два процесса укоренения одревесневшими и зелеными они в корне различаются но в каких-то моментах они схожи да вот очень удобно конечно работать одревесневшими черенками другое дело что не все культуры можно размножать таким способом даже а вот большинство древесных и кустарниковых зелеными черенками размножать можно в то время как большинство цветочных культур одревесневшими черенками ну вот допустим пеларгонии укореняются гораздо хуже чем зелеными поэтому вот так вот по культурам нужно разбираться в каждом частном случае каким способом лучше произойдет укоренение каким способом оно будет наиболее удачное и какие мы сможем наши возможности как мы сможем предоставить необходимые условия для успешного укоренения той или иной культуры ну друзья опять я вам наговорила очень-очень много не знаю запутала ли я вас еще больше или вам более-менее разъяснилось какие-то моменты ну в любом случае пишите ваши комментарии задавайте вопросы если будет такая необходимость мы с вами поговорим еще и более детально рассмотрим какие-то особенные процессы всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания